Четвертая книга Моисея, числа, глава пятнадцатая. Или в празднике вашей, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господь должен принесть в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея, и вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с... и вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного тридесятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиной гина елея. И вина для возлияния приноси пол гина в жертву в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца из овец или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один, и одни права да будут у вас, и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение, возносите ее так, как возношение с гумна, от начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши». Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь через Моисею, от того дня, в который Господь заповедал вам и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех, И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищено будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу. И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, и я, Господь, Бог ваш». Четвертая книга Моисея. Числа. Глава шестнадцатая. Корей, сын Ицгара, сын Кафов, сын Левин, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы. Восстали на Моисея и с ними, сынов Израилевых, двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им, «Полно вам все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе». И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте. Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят, полно вам, сыны Левиины. И сказал Моисей Корею, «Послушайте, сыны Леви, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине и Господне, вы стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства? Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елеава, но они сказали, не пойдем, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить, не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их, я не взял ни у одного из них осла и не сделал в жила ни одному из них. И сказал Моисей Корею, завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон, и возьмите каждый свою кодильницу и положите в них курение, и принесите пред лицо Господне каждый свою кодильницу, двести пятьдесят кодильниц, ты и Аарон каждый свою кодильницу. И взял каждый свою кодильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинюю собрание. Так же и Моисей, и Аарон. И собрал против них корей, все общество, ко входу в скинюю собрание, и явилась слава Господне всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, духов всякой плоти. Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. Это шли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня, а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, — Скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных, и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников с их смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными. И будут они знамением для сынов израилевых. И взял Елеазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника. В память сынам израилевым, чтобы никто посторонний, который ни от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господне, и не было с ним, что с кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израиля их возроптало на Моисея и Аарона, и говорили, — Вы умертвили народ, Господень! И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господне. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисея, говоря, — Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону, — Возьми кадильницу, и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение, и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею, ко входу с киней собрания, после того, как поражение прекратилось. Четвертая книга Моисея, числа, глава семнадцатая. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле львийном, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скини собрание пред ковчегом откровения, где являюсь я сам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас. И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов. И жезл Ааронов был среди жезлов их. И положил Моисей жезлы пред лицом Господа в скини откровения. На другой день вошел Моисей в скини откровения, и вот жезл Ааронов от дома львийна расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль. И вынес Моисей все жезлы от лица Господника всем сынам Израилевым, и увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали. Моисей сделал это, как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевым Моисею, вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий приближающийся к скини Господней умирает. Не придется ли всем нам умереть? В этом отрывке описывается бунт против Моисея. В первых трех стихах 16 главы книги числа написано «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиен и Дафан восстали на Моисея. И с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им «Полно вам, все общество, все святы и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Этот бунт чем-то похож по своим мотивам на претензии Аарона и Мариами к Моисею, о которых мы говорили в нашей предыдущей беседе. Однако разница здесь в том, что велико число людей, которые присоединились к бунту, двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Давайте посмотрим, как Бог здесь обращается с бунтовщиками, как действует Моисей, каким образом Бог являет свою любовь и милость нечестивым. Во-первых, мы находим призывы ко спасению. Сначала попытка поговорить с ними. Моисей разговаривает с Кореем. В книге числа, в шестнадцатой главе, в седьмом стихе сказано так. «Полно вам, сыны Левины». Это попытка уговорить их. Затем Моисей пытается урезонить их. В стихах с восьмого по десятый, в шестнадцатой главе книги числа сказано. «И сказал Моисей Корею, послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господней и стояли пред обществом служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». Мы видим, что Моисей пытается как-то вразумить этих восставших. И тут очень ясно указывается цели Корея. «Вы домогаетесь еще и священства». Они не удовольствовались служением Левитов. Они хотели большего. Моисей также очень четко называет суть проблемы. В одиннадцатом стихе шнадцатой главы книги числа. «Итак ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» Суть проблемы заключается в том, что Корееву сообщники восстают против воли Божьей. Ибо Господь сказал, «Левитов я беру для этого служения, сынов таковых вот для этого служения, потомков такого для этого. А что Аарон, что вы ропщите на него?» Бунт против Божьих помазанников, избранников, ставленников, есть бунт против самого Господа. А мы здесь ни при чем. А что есть Аарон, что вы ропщите на него? Говорит Моисей. Итак, вначале перед нами попытка поговорить, уговорить, урезонить, прояснить суть вопроса. Когда это не помогает, Всевышний дает еще один шанс восставшим. В стихах с 23 по 26, 16 главе книги числа написано, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона». И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израиля. И сказал обществу, «Отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. Я хочу обратить ваше внимание на разницу между тем, что сказал Господь, и как эти слова передает Моисей. Господь сказал, «Отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона». Однако Моисей, когда обращается к обществу, он не называет имен. Он говорит, «Отойдите от шатров нечестивых людей сих». Таким образом, он не говорит, что Корей, Дафан и Аверон — нечестивцы. Это вновь шанс для них, это вновь возможность для них остановиться. И вот, когда в результате рассела земля, и бунтовщиков постигло наказание, и когда позже, как написано в 35 стихе 16 главы книги Числа, вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение, мы все-таки находим во всей этой истории благую весть. Во-первых, сначала была попытка урезонить, была попытка уговорить. Потом Бог дает еще один шанс, дает возможность отойти, чтобы те, кто осознал свою вину и свою неправоту, мог сохранить свою жизнь, не погибнуть зачинщиками бунта. Но когда люди не желают, когда люди противятся, Всевышний исполняет свое слово. Дело в том, что еще в третьей главе книги Числа, в 10 стихе, сказано так. Аарон уже и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священческую должность свою. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. То есть Господь заранее предостерег, заранее предупредил, что только лишь им, назначенным людям, позволено совершать курение. Далее, в 10 главе книги Левитт, в тихах 1 и 2 сказано, Мы видим, что Господь вначале предостерегает, он четко говорит о последствиях. Но если человек упорствует и продолжает идти своим путем, то тогда приходит наказание. Тем не менее, в этой истории есть и спасенные, есть и спасшиеся. Во-первых, в самом начале, когда описываются зачинщики бунта, упоминается человек по имени Авнан, сын Фалефа, сын Рувимов. Однако, его имя не упоминается в описании наказания Божия на Корее Дафана и Аверона. Таким образом, Авнан внял уговором Моисея. Он воспользовался вторым шансом, и потому не погиб с нечестивыми. И это благая весть. Еще интереснее звучит информация, которую мы находим в 26 главе книги числа, стихи с 9 по 11. Сыны Елеава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона, вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. И вот теперь 11 стих. «Но сыны Кореевы не умерли». И вот это звучит как неожиданный сюрприз и неожиданный поворот дела. Дело в том, что в 16 главе книги числа 27 стих говорит, что они стояли с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. То есть создается впечатление, что Всевышний наказал всех без разбору, даже невинных, даже детей. Однако Тора очень четко заявляет, сыны Кореевы не умерли. Во-первых, согласно Торе, согласно Пятикнижью и Моисееву, детей не наказывают смертью за вино отцов. Книга Второзакония, 24 глава, 16 стих. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Во-вторых, некоторые из левитов решили отказаться от своих требований и отошли от восставших. Среди прекративших бунт были также и сыновья Корея. В первой книге про Липоменон, в 6 главе, в 22 стихе, упоминаются потомки сыновей Корея, занимавшие видную должность в храме, руководители хора левитов, исполнявших песнопения в момент принесения общественных жертв и так далее. Сыновьям Корея принадлежит авторство целого ряда псалмов из книги «Псалтирь». Итак, как Господь относится к бунтовщикам, как Он относится к нечестивым? Он старается их спасти. Он через Моисея разговаривает с ними, пытается уговорить, урезонить, прояснить суть вопроса. Он дает им еще один шанс и призывает всех, кто осознает свою вину, отойти от жилищ беззаконных людей. И мы видим, что целый ряд людей вняли этому призыву, в том числе и сыны Корея. Это благая весть. Всевышний — это Бог второго шанса. Он желает спасти человека, даже если тот уже пошел бунтом против него. И это благая весть. Субтитры сделал DimaTorzok